В России санкционные товары обрекли на смерть. Президент Владимир Путин поддержал инициативу министра сельского хозяйства Александра Ткачева в вопросе уничтожения на месте выявления запрещенных в стране продуктов. Ответив согласием на предложение главы Минсельхоза, руководитель Кремля призвал правительство проработать этот вопрос с юристами и предложить соответствующие решения. Я напомню, в августе прошлого года, после того, как Запад в ответ на аннексию Крыма ввел санкции в отношении российских чиновников, Москва объявила эмбарго на поставки в страну ряда продуктов из Евросоюза США. Канады и других стран в России также взяли курс на импортозамещение. Дипломатический прорыв или условный успех России в Крыму с двухдневным визитом находится французская парламентская делегация, состоящая из 10 депутатов национального собрания и одного сенатора. Никогда еще с момента присоединения полуострова России его не посещали столь высокие гости одной из ключевых стран Запада. В поведении французов разбиралась моя коллега Нинс Шамоги. Первая такая представительная французская делегация находится в Крыму. Самоволка французских парламентариев. Законодатели Пятой Республики прибыли на аннексированный Россию полуостров, чтобы из первых уст услышать «хорошо ли жить крымчанам на Руси». Чей Крым для этой делегации, очевидно, уже не вопрос. Реплики на русском языке и фотографии на память с жителями Симферополя. Ничего криминального в этом французы не видят. Глава делегации позицию своих единомышленников пояснил еще в Москве, где побывал днем ранее. «Визит в Крым – наша личная инициатива, а не официальная позиция правительства. Мы – члены парламента, и наши взгляды радикально отличаются от официальной позиции Парижа. Но все больше французов не понимает текущей ситуации, а последствия экономического кризиса между Францией, ЕС и Россией негативно сказываются на жителях нашей страны». Интересно, что почти все отбившиеся от Парижа депутаты – республиканцы, левые центристы. Их нельзя причислить к тем, кто глубоко сочувствует российской изоляции. Но и таких радикальных шагов по сближению с Москвой в самый разгар санкционной войны от них мало кто ожидал. Французская пресса разглядела в поездке парламентариев внутриполитический аспект. Законодатели хотят заложить основы нового курса следующего президента. Кстати, вероятно, кандидат на пост главы 5-й республики Николай Саркази одобрил крымский вояж и не исключил, что сам посетит аннексированный полуостров. «Я думаю, здесь два мотива. Первый заключается в том, чтобы просто иметь свое мнение, потому что для политик это очень важно. Второй мотив связан с поисками резервов для проведения предвыборной кампании. Умные и дальновидные политики, конечно, ищут резервы, направления, на которых можно было бы привлечь внимание и поддержку электората. У России с Францией традиционно были тесные связи. Во Франции много людей, которые относятся без предубеждения к России. И на месте тех людей, которые через год собираются участвовать в предвыборной кампании, я ориентировался бы на людей, симпатизирующих России». Есть еще один фактор – германский. Депутаты под шефством Тьерри Мариани уверены. Франция должна сделать первый шаг в антисанкционном диалоге с Россией. И страна должна проявить большую гибкость в этом вопросе, чем ФРГ. Части французского общества не нравится, что Берлин пользуется плодами нынешнего кризиса, активно наращивая собственное влияние в Европе. А авторитет Парижа как влиятельного игрока на международной арене падает. Политологи уверены – крымская карта еще не раз будет разыграна для разрешения внутренних конфликтов на Западе. Нина Шамуге, РТВАЙ Украинских коммунистов отстранили от выборов. Министерство юстиции страны ввело официальный запрет на участие всех партий с коммунистической идеологией в избирательных процессах, а также лишение их права быть политическими субъектами. В Киеве сегодня состоялся совместный брифинг главы Минюста Павла Петренко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, на котором стали известны детали нового законодательного акта. Как сообщил министр юстиции, ограничения на деятельность коснулись трех партий. В мае, напомню, в Украине был принят закон о декоммунизации. Он, кроме прочего, предусматривает запрет советской символики. «Компартии Украины в своей деятельности, в наименовании, в символике, уставе и программе не отвечают требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов в Украине и запрета пропаганды их символики. Правовыми последствиями подписанных мною документов является то, что эти политические силы с сегодняшнего дня не могут быть субъектом избирательного процесса». США предостерегают Израиль от односторонних действий в отношении Ирана после заключения сделки по ядерному досье. Глава американского госдепа Джон Керри, один из ключевых участников переговоров, призвал власть еврейского государства к сдержанности. Так, госсекретарь ответил на вопрос о возросшей вероятности военной либо кибер-атаке израильтян против иранцев. В Иерусалиме не раз подвергали критике сделку, открывающую путь к снятию международных санкций из Тегерана. Премьер-министр Бениамин Итаньягу считает, что режим АТО, неоднократно обещавший уничтожить Израиль, все еще хочет обзавестись атомной бомбой. А потому Иерусалим готов к любому сценарию. «Односторонние шаги Израиля стали бы большой, огромной ошибкой с тяжелыми последствиями как для самого Израиля, так и для всего региона. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Мы 15 лет шли к этому соглашению и, наконец, достигли такой сделки, которая гарантированно ограждает мир от иранской ядерной угрозы». Министр обороны США Эштон Картер завершил свое пятидневное ближневосточное турне визитом в Иракский Курдистан. В город Эрбиль, столицу автономии, а по сути полу-независимого государства, глава Пентагона прибыл из Багдада, где проводил переговоры с представителями центральных властей. В Эрбиле Картер встречался с главой Курдистана Масудом Барзани, а также с американскими военными советниками, консультирующими подразделения местных сил безопасности. Именно курды, напомню, стали главными союзниками США в борьбе с группировкой «Исламское государство». Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok